МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я когда раньше приезжал на месяц, жил у бабушки, думаю, ну, на гору надо подняться. И так и не ходил. Думаю, она всегда со мной. Будешь жить вечно. Мне очень нравится эта мысль. Человек всегда считает, что он будет жить вечно. Други умирают, и все про уходят. А я буду жить вечно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подняться, эти ковачи, вот эти терчинские знакомые, там, Жорик, еще там был один, но они уже... Они уже, может, умерли. Слушай, они же были постарше меня. Конечно. Если такой проводили образ жизни, как один из них, то там такие люди бухали и все такое. Да-да-да-да. Кому он на свистоке, она садит лазуле. А вот здесь мы с Серегой прятались от собак, как-то пошли гулять. Серега, значит, сразу скажи, это наш, дядя Сережа. Дядя Сережа. Дядя Сережа, если ты его... Да-да, ну, говори, говори. Дядя Сережа буду так говорить. Вот здесь прятались от собак, мы пошли с ним всю ночь, он меня вытащил. Как бы на водную станцию дежурить, а сами пошли бродить по городу Керчи, ночному. Мне было мало, а ему на 4 года больше. Ну, ему лет 12, если он не допустил. Если 49-й, так это еще 50-е годы, да? Барушка, бабушка Саша, царство небесное, всегда меня везде отпускало. Это значит, 50-е годы еще, да? Очень любимо. Ну, 2-2, да. И в это время Серега еще жил там, у нас, да? Ну, конечно, ну, конечно. Они перебрались уже где-то в 60-х годах, да, наверное? Да, и ты знаешь, даже где-то 63-й, 64-й, вот это наш период. Серега Саша была, это дедушкина сестра. Такая, наверное, много страданий она испытала. Трое детей потеряла, да? Только у тебя клава осталась одна? Да. На войне трое детей потеряла она. Ну, сына, самый младший, Аркаша. Потом это самая тетя Валя, медсестра. И Ксения, старшая, она врач. Все погибли. Вот. Этой двух детей, тетя Клава, их там похоронила. Она все сделала. Тетя Клава похоронила? Ну, тетя Клава, но она все делала мать. Валика, 14 лет. Я помню хорошо Валика и Женечку. Мы, конечно, во время войны погибли или порт? А? Что, дети тети Клавы? Ну, да. Нет, тети Клавы уже после войны полумирали. Да? Ну, ездили, я ездила, Женечка, их самая младшая Женечка была. У нее два сына было и дочка. Самая младшая, она младше меня, Женечка. А Валик этот был, ему 14 лет было, Валику. Умер, когда умер, и тетя Паша не сказала даже тете Клавы, вот. А сама его обмыла. Представляешь, сколько это самое? Все, уложила, все. И утром, чтобы дала выспаться тете Клавы, и утром сказала, что Валик умер. Он был такой толстенький, такой, питанный. А в скорости через какой-то замедлижение умерла. Ну, и вот так вот, тетя Паша часто приезжала к нам. Я помню, я пару. Приезжала, да, такая, Паша там говорит, ну, что-то ты, она всегда любила пошутить. А, говорит, ну, я пойду еще к хлопцам. Вот. А она что-нибудь говорит, ну, нет, я пойду к хлопцам. Потому, говорит, хотела водички выпить, ну, что, в томатах. Пока, говорит, помыла стакан, она бросила монету и стала мыть стакан. Пока помыла стакан, значит, вода вылилась уже. Паша. Ну, ладно. Паша. Ой, рябинушка, рябина, раскудрявый мой цветок. От тебе одной тоскую, без тебя я одинок. Ой, рябинушка, рябина, раскудрявый мой цветок. От тебе одной тоскую, без тебя я одинок. Ну, я, естественно, их не помню. Я вошел на сайт, ну, есть сайт этой школы, да? И там есть такая, написано, ну, школа основана, о, была в 1961 году. Мне надо знать, в каком году мы приехали, и я пошел. В 1963-м я уже был в Минске, я помню. Вот это за Динамо Минск болел. Помню, составлял там лифи по своей дурости, как всегда. Ну, помнишь это? Ты сначала пошел в первый класс, пошел на там, где... Ой, не помню даже, какая, как называлась улица, где в бараках мы жили у тети, у Николая. У Николаевой тети, да? Да. Большой двор такой, напротив школа была. Ну, я там недолго был. Туалет во дворе был у нас. Это пока вы жили. А потом, когда получили хату, то определили в эту школу, да? А потом ты... Где еще? Потом там тяжело было жить. Ты поехал в Керчь. Еще в Керчи немножко ходил. Ага, ну, видишь, я вот такие идеи... Я помню, что я еще в Сморгоне что-то там жил. Че учился там я тоже не помню, вряд ли, да? Ну, это не в этом случае. Ну, в Керчи я учился, да, в школе? Да, немножко в школе учился там. Ну, в Желябово, да? А потом, как мы получили квартиру... Ты забрали, да? Забрали тебя. В эту школу уже в 63, да? И уже в эту школу... Так вот, в каком году это было? О, седочка, я помню. А, ну, в 63-й, то напевно. Я знаю, чтобы 21 год проживая там. Мы скажем, наши родины не тронь. 21 год, получается, 60-й год. Ты в 60-м году была уже в Минске? Я сомневаюсь. Или была уже? Почему ты сомневаешься? Не, ну, 60-й год, подумай сама. Ну, вполне возможно. А, вполне возможно. Ты жила у этой тети тогда. Да. Она к нам мало приходила, но приходила, да, иногда. Потом они квартиру тоже там в бараке снесли. Да, я не помню. Они далеко получили. Я говорю, вот, да, и мало приходили, постарые люди, да? Ну, она была ничего, вот эта... Хорошая. Хорошая, но троски, я помню, что-то мне там говорило. Бук ее варик был. Варик такой рыжий, да? Ага. Вот я его забыл, и... А Леон был. Был, был. Так, сейчас посмотрим. Он и тогда к нам приходил. Ну, почему-то мало. Ну, приходил или нет? Она и он был, был у нас на какой-то праздник. Да, приходил. По-моему, есть даже фотографии были. Тут я не могу эти фотографии, я вот так подумал. Слушай, он в 70-м или в 69-м, да, кажется, умер? Ну, конечно. Вот это здание. Да. Вот это вот. Парикмахерская Дяди Павла. Угу, парикмахерская Дяди Павла, да. Я работал всю жизнь, вообще. Дяди Павла чего положит? Гвоздичек. Давай гвоздички ему положим. Ну, давай. Ле боевые гвоздички. Он всегда был боевой. Да, офицером. Поверь, живой работе. Павла. Когда Павла умирал, когда то он, значит, лежал и на такой раскладушке он лежал, все внизу, все. А почему внизу? Во второй, во второй, во второй комнате, не, во второй комнате. Петелином, это, да. И на раскладушке, и мы стояли вокруг, все, и он вот так вот. Слушай, 60 лет чуваку, как он мог вот так вот. Глаза, глаза поднял, вот так вот всех, на всех вот, знаешь, так смотрел, потом закроет, потом опять откроет, опять так на всех. Ну, он ничего не видел вас. Всех осматривал. Я говорю, как может человек, вот, ну, я его всегда с ним разговаривал, ну, любил по-своему. Вот как может человек допровадить себя, чтобы в 60 лет уже... Да потому что я такой образ жизни вел. Ну, какой? Вот то, что он был парикмахер, везде... Пил, пил все время, пил все время. Ну, я знаю, что он приходил и все время там... А ему уже нельзя было пить. Но сколько можно пить, чтобы допровадить себя до такого... Ну, когда вот к дяде Павлу приезжала скорая... Это был 70-й год, я думаю. То они ехали с той стороны, вот, ехали. И к самой калитке, а потом машина всегда задом-задом-задом шла до той месту, где школа раньше была моя. И там развил, ну, тогда разворачивался там. Они его забрали, что, уже в Летку или Хорова? Нет, просто оказывали помощь. Ага, дядя Павле, то еще не при смерти, а может раньше. Да, и потом вот машина приезжала, когда уже видели, что он скоро умрет, а они не были зарегистрированы с тетей Лидой. Да? Да. То я побежала, я была как раз там, я побежала, я всегда все там делаю. Ну, ты жила в 70-м году там, или просто была? Нет, была. Просто отдыхала, да? Я побежала в ЗАГС, договорилась, и приехала эта машина, и, значит, эта с ЗАГСа приехала. Их зарегистрировала, он уже лежал, уже при смерти почти. Но еще был живой. Да, и зарегистрировали их. А он что, подписал? Вот. Ну, что-то там, не помню я уже, как это было. Вот. Ну, я только помню, что тетя Лида дала мне деньги, чтобы, значит, расплатилась, дала немножко шоферу и этой. А я перепутала деньги. Понятно. И шоферу даю эту большую сумму, а этой меньшую. Потом хватаю из рук, значит, нервы уже не выдерживать. Ну, понятно. Вот. Хватаю из рук их, и опять, значит, передаю. Ну, а если бы не зарегистрировались, то что, какие проблемы были? А тетя Лида пенсии не имела. А, тетя Лида, как и бабушка, они все были иждивенками. Да. Бабушки маленькие, бабушки маленькие. Ну, да, она этого была небольшая и понятно, так вот. После Пасхи ездили на кладбище. Понятно, это период где-то конец месяца до вечера мая. Вокруг могилки Володи и дяди Васи. Всем цветы поставили, сделали порядок. Лилия Павловна, оставайтесь здоровы. Подожди, дядя Лилия Павловна, еще раз прочти вот это, про кладбище. После Пасхи ездили на кладбище. Женя повырезал поросль вокруг могилки Володи и дяди Васи. Ого, там было шофрак. Да. Всем цветы поставили, сделали порядок. Продолжаем широко освещать то время. И опять родной город Керчь. 25 июня 1960 года в газете «Знамя коммунизма» была статья о благоустройстве города. Многое сделано и у нас, из города одноэтажного, неканализированного, со слаборазвитой сетью водопровода. Он за последние годы преобразился в город красивых многоэтажных домов. Выросли благоустроенные озелененные поселки в Сталинском и Орджоникидзовском районах. Украсились новыми домами улицы Ленина, Свердлова, Энгельса, Пирогова. Только за последние три года Керчане получили 88,5 тысяч квадратных метров жилья. Возведены красивые здания Ащернио, Почтамта, Кинотеатра Украина. Значительно выросла водопроводная сеть, завершается в текущем году строительство городской канализации с очистными сооружениями. Вот такова реальность, кстати, именно тогда завершилась, а сейчас, к 2020 году, она уже в плачевном, то есть спустя 60 лет в очень плачевном состоянии. Керчь Ответим, друзья, что, конечно, Керчь не курортный город был. Да и сейчас, наверное, еще не совсем курортный. Хотя курортные объекты на территории Керчи и около него вырастали в то или иное время. Всякие дома отдыха. Сейчас, кстати, большинство их полностью почти разрушены. А вот летом 1967 года даже было вынесено постановление определенных кругов, которые опубликовали в Керченской рабочей декабре того же года, об изучении курортных ресурсов Керченского полуострова. Мы знаем, что курортные ресурсы очень богатые и интересные, как минеральные, допустим, воды или источники всевозможные с вулканами, грязевыми и так далее. Но и летом этого же года группа ученых Ялтинского института климатологии и климатерапии Куницын, Ажицкий и Реницкий под руководством директора института Богуцкого провела исключительно важную работу по изучению курортных ресурсов Керченского полуострова, отмечает керченский рабочие. Ну, результаты были видны. При советской власти пансионаты появлялись как на Войково, как в Камуж-Баруне, как и в отдаленных местах от Керчи, всевозможных поселках типа Казантифа и так далее. Но время меняется, и что будет сейчас, нам пока еще не видно. Однако вероятность прекрасного курортного развития Керчи, несомненно, слишком тут необыкновенные пляжи и интересные местные очертания берегов, и теплые в соответствующий период моря как Азовского побережья, так и Черного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok